Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё нет. И давайте поговорим о культурах средневековья в игре Humankind. В названии видео написано «Цивилизации средневековья», но это только для привлечения внимания, потому что в Humankind используется система, при переходе в новую эпоху вы можете выбрать новую культуру из десяти представленных. А в начале игры у вас просто такое безымянное племя, и когда вы основываете город, то выбираете первую культуру из культур Бронзового века. Кстати, если вы не видели предыдущие мои видео по культурам Бронзового века и античности, то ссылка на видео в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, посмотрите. Ну а теперь непосредственно культуры средневековья, и начнём мы, конечно же, с Византии. Можно считать это, кстати, продолжением критомикенской культуры Бронзового века и греческой античности. В Humankind византийцы будут торговцами, то в принципе можно считать соответствующей действительностью, хотя Византийская империя, несомненно, многогранна, её можно было кем угодно тут представить. И очень жаль, между прочим, для меня, что в шестой цивилизации Византию так и не сделали. Уникальным юнитом у Византии почему-то будет Варяжская стража, то есть скандинавские наёмники, викинги, варяги, как их называли у славян. Да, несомненно, это одно из знаковых воинских подразделений в структуре византийской армии, но, во-первых, оно появилось уже в конце, к закату Византийской империи. А во-вторых, есть же куча конкретно византийских войск, те же катафрактарии. Поэтому мне и странно, что разработчики Humankind выбрали именно Варяга. В описании сказано, что они принимали участие только в ключевые моменты битв, чтобы нанести такой решающий удар и были, в принципе, императорской персональной гвардией. Так что, видимо, будут иметь какой-нибудь бонус за атаку с флангов или, наоборот, повышенную защиту. Уникальный район Ипподром, чтобы коники тыг-дым-тыг-дым там делали. Да, действительно, в Византийской империи именно скачки были главным развлечением, уступив место гладиаторским боям Римской империи. И, между прочим, я по этому поводу делал целое видео про восстание Ника, когда я был в Стамбуле. Вот сейчас ссылка на него появляется или в описании, опять же, к видео есть. Сходите, посмотрите про Ипподромы. Там много сказано. И, несомненно, для Византии хороший выбор. Думаю, будет давать какой-нибудь бонус к культуре. Следующее у нас на очереди англичане. Ну, я бы, наверное, их англами тут называл больше, чем англичанами. Они будут аграриями в игре. Уникальный юнит, всем известный длиннолучник. Он и в пятой циве был уникальным юнитом у Англии. И, опять же, в пятой цивилизации у них была способность стрелять на клетку дальше, чем все остальные лучники этого периода. Они заменяли арбалеты. Ну, возможно, и в Humankind будет что-то подобное. Явно, сила будет побольше. А так как написано, что они дешевые, возможно, и в производстве они будут стоить дешевле. Уникальный квартал-крепость или замок. Они стали появляться в английском королевстве после нормандского завоевания и, видимо, будут повышать оборуду городов, если построены. Третья культура — франки. И они в Humankind будут экспансионистами. С переводом уникального юнита я затрудняюсь. Видимо, это франкское ополчение, но это тяжелая кавалерия. И как бы для ополчения довольно дорогое обмундирование, лошади. Поэтому поправьте меня в комментариях, пожалуйста. В описании сказано, что они шли в близком строе и наносили серьезный урон врагу по всей линии фронта, по всей линии битвы. Тем не менее, в знаменитой битве при Азенкуре французская тяжелая конница понесла сокрушительное поражение от английских длинных луков. У французов тогда погибли три герцога, восемь графов и огромное количество представителей французской знати. Интересный, уникальный район у франков. Скрипториум — это здание при монастырях, в которых, собственно, хранились различные манускрипты. В некотором смысле такая монастырская лаборатория, библиотека. Я думаю, что будет давать явно бонус к науке. Четвертая культура средневековья из Африки — это ганцы, то бишь выходцы из Ганы. Они тоже торговцы, как и византийцы. Уникальный юнит называется мехарист, что можно перевести как верблюжья кавалерия, причем перевести, между прочим, с французского. И, судя по той информации, которую я нашел, вот эти мехаристы только в начале 20-го века или в конце 19-го создавались французскими колониальными войсками. Так что несколько странно видеть их уникальным юнитом для цивилизации средневековья. Ну и судя по тому, что в описании сказано о длинных дистанциях, на которые передвигались верблюды. Думаю, у них будет бонус к перемещению по сравнению с другой кавалерией средневековья. Уникальный район, рынок драгоценностей. И он для ганцев взят от Мали, потому что в описании сказано о торговцах Санинке, правильнее даже ударение Санинке. А это народ, живущий в основном на севере Мали. И с современной Ганой этот район, кстати, даже не граничит. То есть позаимствовали немножко от манса мусы для хьюманкайнд. И да, это знаменитые торговцы, они действительно торговали золотом, солью и рабами. И, наверное, этот район будет давать бонус к производству золота. Перемещаемся в Азию. Следующая культура средневековья – кхмеры. И в игре хьюманкайнд они будут строителями. Вообще разработчики хьюманкайнд, видимо, очень глубоко постоянно копают, потому что я периодически затрудняюсь с определением уникальных юнитов и районов, которые они используют. Например, если вы сейчас погуглите название уникального юнита – Дханви, Гаджа или Гайя, то у вас на первой странице будут ссылки только, собственно, на игру хьюманкайнд, где она использует. Я пошерстил даже англоязычные источники, я не могу найти подробностей про этот юнит, так что, пожалуйста, если кто в курсе, в комментариях пишите, с удовольствием сам почитаю. Здесь же в описании сказано, что слоны были символом могущества и власти. Кхмеры оборудовали их баллистами, которые находились на спине и использовали в битве. Видимо, будет какая-то стреляющая кавалерия, скорее всего. Уникальный район называется Барай, и это искусственные водоемы, а если перевести с Кхмерского, то тупо водохранилище. Барай – это рукотворный резервуар, обнесенный дамбами, практичность которых сочеталась с искупительной символикой. Распределение воды монархам гарантировало продолжение жизни на Кхмерской земле и подтверждало саму божественную сущность правителя, который отождествлялся с Индрой. Так что, предположу, это будет бонус к еде и, может быть, в какой-то мере к религии. Остаемся в Азии. Любимые многими монголы. Не поверите, будут милитаристами. Странно, почему этих мирных добрых людей в игре делают милитаристами. Ну да ладно. Уникальный юнит – монгольские орды. В общем-то, во всех играх это уникальный юнит монголов, потому что тупо больше ничего другого и не было. В описании говорится, что при ограниченных ресурсах и снабжении монгольские армии грабили захваченные земли и города и, таким образом, видимо, и харчевались. Уникальный район Орда. И тут у меня наступило дежавю. Я сходил, посмотрел мое прошлое видео про культуры античности, перемотал на гунов и увидел, что там у них уникальный район, называется Орду. И я помню, что я в прошлом видео как раз вам и говорил, что от названия гуннского вот этого района, ну, это не районка, точнее, это палатка такая, и произошло название Орда. А тут опять то же самое. Так что будем считать монголов потомками гунов по игре, конечно же, а не в реальной истории. И перейдем к следующей культуре. По-английски они звучат «норсмен», я бы это перевел, конечно, как «северяне». И понятно, что они являются олицетворением всех северных скандинавских племен, то бишь викингов и так далее, и так далее. Тоже милитаристы, как и монголы. И, понятно, уникальный юнит и районы у них связаны с морем. Уникальный юнит «лангскип» в переводе с древнескандинавского означает «длинный корабль». Слово использовали для обозначения боевого корабля с веслами по всему борту без уточнения размера. В эту категорию попадали снэки или снэккары и драки или драккары. Так что можем считать, что такой же уникальный юнит, как и в шестой циве, явно будет иметь бонус при войне на море. Хотя в описании говорится про быстрые рейды и исследования, так что, возможно, и к перемещению что-то добавят. Уникальный район «Науст», то есть это такой аналог гавани. В описании говорится, что «Наусты» строились для того, чтобы сберегать корабли во время долгих скандинавских зим и проводить какие-то даже празднования, фестивали. В общем, уникальная гавань. Возможно, будет давать бонус к производству этих самых морских юнитов. Спускаемся чуть-чуть на юг и встречаем восьмую культуру Средневековья — тефтонов. Они у нас экспансионисты. Ну, считайте, это аналог германцев. Кстати, интересно, почему разработчики Humankind выбрали именно тефтонов, а не тех же германцев. Наверное, именно для того, чтобы вот эти черные кресты на белом фоне рисовать. Уникальный юнит, не поверите, тефтонский рыцарь. Созданная во время крестовых походов, этот немецкий военный орден распространял христианство по Балтийскому региону и даже создал отдельное независимое государство. Ну, не знаю, по идее, конечно, должен при победе в битве распространять религию вокруг себя, но я до сих пор не уверен, что в Humankind будет механика религии. Так что пока никаких идей по поводу способности тефтонских рыцарей. Уникальный район — Кайзердом, что можно перевести как «Имперский собор». И это традиционное название для собора, построенного под прямым покровительством императора Священной Римской империи. И зачастую рядом с таким собором строился императорский дворец. И у них, у этих соборов, вот очень оригинальная и узнаваемая архитектура, потому что строились два хора в начале и конце Нефа. Вторые дополнительные хоры предназначались для императора и его семьи, и таким образом императорская власть ставилась на один уровень с властью бога. Кроме того, это олицетворяло разделение власти между богом и кайзером. Так что, думаю, бонус культуре будет даваться. Девятая культура Средневековья — это арабы, которые почему-то в игре названы по одной из династий халифов — Амейяды. Амейяды правили в Дамасском халифате в VII-VIII веке. Ну, видимо, именно при них арабский халифат достиг своего основного могущества. Потом династия была свергнута аббасидами, и все Амейяды были уничтожены. Так что считаем, что это просто арабы. В игре они ученые. Но опять же, как и к любой империи, на самом деле, можно очень много способностей привязать. Они могут быть и экспансионистами, и торговцами. Вот тут для баланса выбрали ученых. Причем интересно, что уникальный юнит Харас, что в переводе с арабского «защитник-телохранитель», как раз больше относится к династии Аббасидов, чем Амейядов. Ну и понятно по названию, что они были телохранителями правителя, а в битвах выполняли роль легкой кавалерии. Уникальный район Великая Мечеть — место, где правоверный мог послушать пятничную молитву, и которая является символом власти калифа. Видимо, опять же, что-то либо к культуре, либо к религии будет добавлять. И, наконец, последняя цивилизация средневековья. Здравствуй, Америка! Это ацтеки. И опять же, эти милые добрые люди в игре считаются милитаристами. Вообще непонятно почему. Уникальный юнит. Знакомые многим Войны Ягуары. В четвертой они были уникальным юнитом. В шестой, да, по-моему, тоже уникальный юнит. А нет, в шестой Войны Орлы. А Войны Ягуары были элиточкой в армии ацтеков. Они могли брать пленников в битве, чтобы использовать их как рабов или для жертвоприношений. Что неужели они будут в игре захватывать чужие юниты при победе? Ну и в связи с этим уникальный район — алтарь для жертвоприношений. Вау. Ацтеки практиковали жертвоприношения в честь своих богов, чтобы пополнять и поддерживать круговорот жизненной энергии. Вот и все 10 культур и цивилизации Средневековья. Что мы имеем в итоге? Три милитариста, два экспансиониста и торговца и по одному аграрию, строителю и ученому. Если говорить про место расположения, одна американская культура, две азиатских, одна африканская, две империи, которые можно отнести к нескольким континентам. Это я говорю про Византию и Амиядов. И аж четыре европейских. Я думаю, многие из вас возмутятся, что нету славян, но будем честны, что в Средневековье славяне все-таки большой роли не играли, по моему скромному мнению. Да, были всякие Ярославы Мудрые, Владимир Красносолнышко, но это все-таки пока была местечковая история. Уверен, что в следующей эпохе, а называться она будет Ранняя Современная Эра, что-то похожее на славян появится точно. Ну что ж, ваши впечатления, как всегда, хочу почитать в комментариях, как и правки, если я где-то ошибся в описании культур. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.